Привет, 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 геймеры! С вами Greenland. Сегодня у нас рубрика 1 на 1. И по вашему голосованию мы отправляем черепашек-видение на поединок с Крэнк Праймом. Первым у нас идет Майки. Он уже зарядил белочек массовую атаку и завалил двух соперников из пяти. А вот он заваливает и второго же пострела. И у нас остаются два Крэнга Лекаря. Но они тоже легко поддаются. Легко поддаются ударам Майки. Один лечится, правда. Выставляет защиту. А мы схитрим и повысим себе точность. Напомню вам правило. Мы отправляем какой-то вид черепашек. В прошлый раз были никовские, сейчас видение. В следующий раз кто могут быть? Космические могут быть. Могут быть оригинальные, классические, и из фильма, и игровые. Вы пишите, кого вы хотите видеть в следующий раз. А сегодня мы сражаемся с черепашками видения. Напомню, что все никовские черепашки победили Крэнг Прайма. Никто не проиграл. Сейчас разберемся, посмотрим, как будет с черепашками видение. Можете писать свои ставки, можете писать, победят ли все черепашки или кто-то проиграет. Вот, к примеру, Майки уже подлечился. Отлично. У него есть такая способность. В чем слабость черепашек Vision Quest? Они никто не лечится. В смысле, нету конкретного лечения, чтобы себя полечить. Они, вот, пассивное лечение у Майки прокачанное, это, конечно, очень здорово. Но он подлечивает себя немножко и сейчас промазывает Крэнг Прайм. Прикольно. Стоим, бьем. Очень слабые у Майки удары. И у меня некоторые сомнения насчет его победы. Непонятно еще. Но и Крэнг Крэнг мажет тоже. Это нам на руку, ребят. Вот, этот удар получился хороший. Еще и снизил защиту Крэнг Прайму. Зато не будет с первыми двумя волнами. У нас в прошлый раз у некоторых никовских черепах были проблемы с волнами соперника. Потому что долго мы разбирались с первой волной, где три хиллера. Даже мне писали, почему я не убивал в первую очередь хиллеров, а мочил еще пострелов. Да просто, потому что же пострелы вызывают удар на себя. И если заканчиваются массовые атаки, хочешь не хочешь, то должны их мочить. Поэтому были немного затянутые бои. Но тут тоже майки держатся очень клево за счет своего лечения. И думаю, сейчас мы побеждаем Крэнг Прайма. Да, ребят, у нас первая победа черепашек видения над Крэнг Праймом. Это здорово. Насчет майки, честно говоря, у меня были некоторые сомнения. Но он победил, довольно легко победил, благодаря своему пассивному лечению. Посмотрим, что будет с другими черепашками. У Дони нет массовых атак. Так, Дони будет дольше проходить вот эти две первых волны. У Рафа две массовые атаки и у Леонардо две массовые атаки. Посмотрим, кто у нас следующий. Следующий у нас... Где они там? Дони. Идем. Донателло. Донателло самая страшная маска из всех черепашек видения, по моему мнению. У него капюшон и вот эта маска довольно-таки устрашающий вид. Ну, давайте что будем делать? Давайте будем выносить хиллеров крутыми атаками. Вот молоточком попробуем вынести сразу с первого раза первого хиллера. Отлично. Ну, конечно же, пострел уже взял удар на себя. Вот это ответ на вопрос, почему я не мочу хиллера в первую очередь. Вот как Донателло может замочить хиллера, если он должен этого жопошника замочить? Вот так вот. Камень и молоток использованы. И, в принципе, дальше нам нужно восстановить будет и камень и молоток, потому что я собираюсь их использовать во время атаки на крэнг прайма. Но тут Донателло очень крутой. Он просто с первого раза выносит жопострела. Этого крэнга лекаря не получается вынести с первого раза, к сожалению. Но со второго раза мы это его точно убьем. И, в принципе, первая волна пройдена относительно быстро. Если вы посмотрите прошлое видео, где Никовский Донни, он просто ввозился, ну, очень долго с первой волной. Там с первого удара не получалось вынести, как у этого Донателло. Так, ну, что мне не нравится, то, что они все-таки забирают определенную часть жизни у нас. И давайте вот этого первого мочканем. Опа, классно, вынесли его с одного удара. Ну, очень круто, черепашки-ниндзя-видение. Выносят с одного обычного удара, и это здорово. Кого теперь вот этого? Ну, просто у нас еще Донни класса мощь. Тут много технических крэнгов. И получается, что он их выносит, вот смотрите, тех он должен с одного раза вынести. Отлично. Но вот он минус. Донни не лечится, у него нет ни пассивного, ни такого лечения. И у нас уже почти полжизни нам откусили эти гадские крэнги. Ай-яй-яй, с одного раза не вышло. Понижена защита. А жизни все меньше. А с крэнг праймом бороться. А защита понижена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и точность понизили. Зато атака повысилась. Ну, конечно, очень-очень плохой результат. И вот тут уже, конечно, под угрозой наш Данателло. Может стать он первым проигравшим из черепашек. Но мы очень постараемся, чтобы он не стал. Держись, Донни, мы с тобой. У него еще есть две мощнейшие атаки. Камень и молот. Промах. Здорово, это нам на руку. Но крэнг прайм атакует два раза. И смотрите, очень мало жизни. Камень в первую очередь летит. Больше полжизни должен забрать. Меньше, чем полжизни. И сейчас крэнг прайм может убить Донни. И он это делает, ребят. Донни проигрывает. Донни видение проигрывает крэнг прайму. К сожалению, не получилось. Первая проигравшая черепашка. Ну что же. Неожиданно. Сможет ли Леонардо взять реванш? Сейчас проверим. Для Леонардо первая волна вообще очень простой должна оказаться. Он кидает свою флягу и блочит возможность лечения всех соперников. И, соответственно, они не могут лечиться. И мы их дальше по чуть-чуть выносим. Ну и он тоже не лечится, Леонардо. И получает, получает удар за ударом. Сразу же пробуем вынести их. Даже с двух массовых Леонардо не выносит. Заметьте, с двух массовых Леонардо не выносит соперника. Одну волну. И давайте выставим защитку. Может броню дадут. Дали только ускорение. Броню не дали. Пока все очень неудобно для нас складывается. Но продвигаемся ко второй волне. Смотрим, кого мы можем поразить с первого раза. Вот можем попробовать этого. Не убивают стрелы так. Нет такой крутой силы у стрел, как было у топорада Нателла. Опасно. И у Лео нет этих крутых атак. Очень сложно ему будет Крэнк Прайма победить. Очень сложно. Давайте массовую. Ну. У него две массовых. Это, конечно, здорово, когда играешь в команде. Но когда играешь один на один против крутого босса, это просто не сработает. Сейчас проверим. Мы будем мочить его обычными ударами. Обычными стрелами. И насколько стрела будет забирать у него жизни, тут уж сложно сказать. Уверен, что ненамного. У нас уклонение прокачано. Он должен мазать. Причем мазать оба раза. Крэнк, ты слышал? Давай. Ну так, чутка. Раз пять нам надо в него стрельнуть. Это значит, чтобы он... Надо, чтобы он сейчас десять раз промазал. Нереально, ребят. Ну, один раз он промазал. Пока уклонение работает. Второй выстрел. Ну, так. Очень слабо. Очень слабо. Еще. Промажь еще. Ты не попадешь. Не попадает. Дает нам шанс. Еще. Хорошо. Отравили. Отравили его. Держись, Лео. Держись. У тебя все получится. Очень на удачу у нас бой. Очень уж на удачу. Рассчитываем мы. Так. Получает урон. Стреляет. Ай-яй-яй-яй. Попадает. Ну-ка, Лео. Ну-ка, давай. Есть. Выставить два удара, и тогда мы победили. Первый выстрел. Еще. Скрестили пальцы. Держимся. Лео, мы с тобой. Все. Лео проигрывает. Был шанс у Лео победить Крэнк Прайма, но Лео проигрывает. Из трех черепашек видения только Микеланджело смог победить Крэнк Прайма. Неожиданно, но факт. Все происходит на ваших глазах. Один на один не справляются черепашки видения. Такие, казалось бы, крутые черепашки видения не справляются с соперником один на один. Ну что, Раф, возьмем реванш. Закончим на мажорной ноте или окончательно испортим мнение о черепашках видения. Отлично. Мы огненным торнадо первую волну просто разнесли. Теперь у нас защитка выставлена. Это здорово. И давайте второй массовый атаку. Она не такая сильная, но мы всех победим. Есть. Есть. Раф просто за пару секунд разносит две первых волны. За пару секунд, ребят. И с полной практически жизнью и защитой приходит Крэнк Прайму. Ну же, Раф, ты должен это сделать. Ты должен победить. Ты должен отомстить за братьев. Сразу же огонь. Огонь огнем. Есть. Двойная атака. Супер. Нам везет. И у нас защита. А, получай промах, Крэнк. Раф отомстит за своих братьев. Два промаха. Двойная атака. Гляньте-ка. Двойная атака. Раз. Два. Здорово. Пол жизни откусили. Еще чуток остался. Держись, Раф. Получаем урон. Небольшой. И снова небольшой. Держись, Рафи. Атакуем. Раз. Два. Два. Мы стопудово Рафом победим Крэнк Прайма. Нет сомнений. Раф очень крут. А сейчас, если еще огненное торнадо перезарядится, мы дадим ему такого джазу. Улетишь в свое измерение Икс, чувак. Вот оно, огненное торнадо. Получай. Розовый уродец. Да. Это было эпично. Огненное торнадо, против которого не устоит никто. Даже такой крутой босс, как Крэнк Прайм. Вот такой вот странный результат, ребята. Черепашки-ведение. Два-два. С Крэнком. Ничья. Майки и Раф победили. Причем я сомневался в Майке, но, видите, его способность к пассивному лечению привела к победе. А Раф, Раф тоже у нас победил. Раф и Майки красавцы. Донни и Лео тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Напомню, кто у нас остался. Космические черепашки. Вы можете за них голосовать прямо сейчас в комментариях и в следующий раз в рубрике 1 на 1 я отправлюсь с космическими тогда сражаться с Крэнк Праймом. Никовские и Ведение мы уже использовали. Всех мы используем в 99 уровне, а космические будем сотого понизить, к сожалению, нельзя. Остальных я докачаю. Можем игровых. Представителем у нас стал Гном Рафаэль. Гном Викинг. Можем киношных. Еще использовать, еще не играли мы киношными. Оригинальными еще не играли. И классическими. Вот, пожалуйста, голосуем в комментариях. И в следующий раз мы узнаем, кто из четырех черепашек какого-то вида, вот из представленных, победит Крэнк Прайма. Способен победить Крэнк Прайма вообще. Или все проиграют, или все победят. Или 2-2. У нас сегодня интересный счет. Получилось, мне кажется, интереснее, чем с Никовскими. С Никовскими неожиданно. И мне понравилось, мне было интересно. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши комменты. Вы крутые. Я вас люблю. С вами был Гринланд, Кавабанга, чуваки. Пока-пока.